В Мариел взят вектор на перспективу и развитие оборонно-промышленного производства. Марийский машиностроительный завод будет играть ключевую роль в кластере, который создается в регионе, чтобы обеспечивать надежную защиту рубежей России, производить высокотехнологичную гражданскую продукцию и двигать вперед и науку, и образование республики. Об этом и не только шла речь во время визитов в Мариел членов Совета Федерации. Уже на протяжении многих лет безопасность российского государства обеспечивается мощными и умными локационными системами. И именно в этой сфере в нашей республике есть чем гордиться. Делегация, в состав которой вошли представители трех комитетов Совета Федерации, посетила цех металлообработки, где члены Верхней Палаты Российского парламента смогли увидеть высокотехнологичное оборудование, на котором сейчас выполняются все работы по производству узлов и агрегатов. Новейшие станки позволяют специалистам выполнять операции намного быстрее и точнее. У нас на предприятии такая комиссия из членов Совета Федерации, с двух комитетов одновременно, председателей, впервые начали свое посещение предприятия с самого начала нашего технологического цикла, то есть с посещения механообрабатывающего цеха. Механообрабатывающий цех у нас, недавно прошла большая реконструкция в цехе и проведено техническое переворужение по двум федеральным программам. Соответственно, у нас большой процент нового технологического оборудования, и поэтому технологические возможности цеха оценить, есть что, и посмотреть, и показать, действительно есть. Для предприятия посещение важно. У нас основной заказ – это гособоронный заказ, и нам нужны заказы, чтобы мы могли предприятие работать, уверенно смотреть в будущее и платить налоги во все уровни бюджета. Так как сам визит проходил под эгидой именно национальной безопасности, такая, то есть общая тема национальной безопасности, как вы знаете, лозунг нашего предприятия – это мирное небо нашей Родины. Поэтому этот лозунг напрямую перекликается именно с темой визита данной делегации. Поэтому наше предприятие именно было одним из тех ключевых моментов, которые были запланированы для посещения на территории Республики Мариэл. В принципе, именно потенциал нашего предприятия позволяет выполнить как гособоронный заказ на перспективу, то есть на ближайшие как минимум 15 лет, так и гражданскую продукцию. Сейчас уже на протяжении четырех лет мы развиваем направление гражданской продукции, в том числе и светодиодное освещение. Напомню, что в течение многих лет ММЗ входит в число стратегически важных объектов, обеспечивающих обороноспособность и безопасность страны. Славу заводу принесли зенитно-ракетные комплексы С-300. Несмотря на то, что это не новейшая разработка, до сих пор она одна из лучших в мире по тактико-техническим характеристикам. Отмечу, что ММЗ уже имеет ряд договоренностей о сотрудничестве с Маргой и Волготехом и присматривается к студентам, показывающим высокие результаты учебы, и приглашает их работать на завод. Сегодня на предприятии трудятся и одновременно учатся 103 студента. Как отметил гендиректор ММЗ Борис Ефремов, за свою 55-летнюю историю завод ни разу не сорвал выполнение государственного оборонного заказа. ММЗ Борис Ефремов